Конкурс «Малюнка» у бизнес вашими дятей проходит у Грудня. Творчая спаборництва – своя особливая визитка нашего региону. Справа у тем, что конкурс у рамках держпрограммы «Малое и среднее предпринимательство» на 2021-2025 годы ладится выключено у Прынёмани. Летость мероприемства пройшла у першыню и выкликала великий интерес. «Малюнки», досланной удельниками, тягом года по Чарзея побывали на импровизованной выставе у калидорах областного выканавшего комитета. В рамках проведения в прошлом году данного конкурса мы убедились, что интерес у учащихся к данному конкурсу очень велик. Мы получили порядка полутора тысячи рисунков. И ставал объективный вопрос, как же нам их оценить в таком масштабе. Поэтому в этом году были введены определенные новшества. Мы разделили на два этапа. Первый этап – это районы. Сегодня будет проходить подведение итогов в рамках второго областного этапа. У нас сегодня на рассмотрении порядка четырех сотен рисунков детей, которые заявились по трем номинациям в трех возрастных группах. Все летом Мастаков з усею Грудинской области в возрасте от 6 до 16 год поделили на три группы. И пропонували для визуализации три темы. Мои батьки – бизнесмены, бизнес – ГЭТА, так начинается мой бизнес. Работы, которые прошли просит районного отбора, трапили в областный финал. Тема – оригинальность, якость выполнения. Уличивши ГЭТ-критерии, жюри оценили малюнки по десятибальной системе. И ГЭТА судейство оказалось надзвычайскладанным. Много внимания уделено бизнесу, связанное с бытовым обслуживанием. Это кафе, парикмахерские. Есть бизнес, который более посерьезнее. Это, конечно, IT-сфера. Что удивило, что написали, что бизнес – это не только деньги, а это и большой труд. Действительно. Очень много рисунков посвящено сельскому хозяйству, развитию фермерства. И обратили внимание на здоровую еду. Это очень здорово, потому что дети понимают, что здоровая еда – это, конечно, залог здоровья. Есть бизнес такой очень тепленький, когда связан именно с братьями нашими меньшими. Интересный, красивый, где направлено развитие цветоводства, украшение своего города, своего места. Ну и в целом хочется сказать, что дети наши понимают, в чем смысл бизнеса, и смотрят на это своими глазами вместе со своими родителями, очень открыто и уверенно. Это, конечно, очень стимулирует детей, родителей, в том числе, обратить внимание на такое направление, как индивидуальное предпринимательство и развитие малого и среднего бизнеса в нашей стране. В связи с этим государство много делает вот таких шагов в плане поддержки малого и среднего предпринимательства. А это первые шаги – осознание того, какое мое место в будущей жизни. Это профориентационная работа. То есть это уже понимание того, если рисунки начинают с шести лет, кем я стану, что для меня важное в жизни, в чем смысл жизни. И вот этот конкурс именно стимулирует вот такую жизненную активную позицию будущего гражданина нашей страны. Конкурсным новоувядением этого года стал удел у склада жюри незалежных экспертов, представников бизнес-колов, пронемания с разных сфер деятельности. Конкурсы такого плана, они очень хорошо правильно формируют у молодежи, именно у детей, понимание, откуда берутся деньги, формирование у ребенка каких-то качеств, которые приводят его к выбору той или иной профессии, где он может себя более выгодно, более удобно реализовать. Выники конкурсу «Бизнес вачемодзятей-2022» будут подведены поздней. Солодкого моменту уручения дипломов и каштовных подарунков пройдется подчекать, але не долго. Имены лепших прагушать подчас традиционного новогоднего балю. На им подарунки переможцам уручить уласна старшиня Гродзенского Абл-Ваканкама Владимир Караник.